добрый день 5 декабря погода как вы видите прекрасно пасмурно сегодня обещали весь день небольшой дождь но зато тепло где-то плюс 10 вот как вам кстати моя стрижка прекрасно скажите вообще отлично спереди я сегодня раз по этому поводу хотел поговорить про парикмахерские в штатах по крайней мере в джерси если описать короткой фразой то это полное дно сейчас объясню почему дело в том что сейчас сейчас я придумаю объяснить почему это полная днись дело в том что как это происходило ну вот вообще когда я состриг свой хайр года года три назад сантиметров 30 длиной я думал что я вообще не парюсь по поводу стрижки тому и что у меня на голове поэтому я ходил куда попало и каким только парикмахерских не не побывал в киеве начиная от каких-то там блатных барбершопов за 500 гривен стрижка где тебе подносят бокальщик вискаря по желанию чай кофе и заканчивая как это 30 секундными стрижками где за 30 гривен прибежал тебя постригли и ты побежал дальше так вот здесь я стригся уже три раза и по моим ощущениям как раз и это все было в одной в одной и той же парикмахерская рядом с моим домом в которой сидят какие-то индуски наверное не политкорректно да индийцы индийцы индус это более религиозная это уже классификация так вот индианки о стригли три раза меня три разные тетки и все три раза это ужасно по 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 этому по качеству стрижки это как раз вот напоминает вот наши вот эти вот забегаловки парикмахерские где за 30 гривен на тебя уделяют 15 минут и ты побежал дальше вот по качеству это как раз оно потому что на тебя уделяют реально 15 минут но самое ужасное этот это это какая-то дичайшая антисанитария потому что когда ты видишь что берут насадку она вся в чьих-то волосах она делает пару скребков какой-то грязной щеткой по этой насадке там волосы полетели она их там все даже не вычислила она насаживает эту насадку начинает тебя стричь что думаешь мать моя женщина сейчас тут как и сюда не знаю шеи принесешь домой будешь как блохастый чесаться весь день или грибок не дай боже не дай боже вот ну и на все это уходит реально минут 15 более того самая еще дичь это то что ты привык какой-то метрической системе этих насадок там 1 3 миллиметра 6 9 и так далее поэтому первый раз когда еще пришел она мне спросила как стричь и говорю ну там вот с боков давайте там стройки до шестерочки плавненький переходик если можно да конечно начинает насадочкой заканчивать причем они тебя крутят постоянно у нас обычно ты сидишь практически всегда лицом к зеркалу и мониторе что они делают эти же вместо того чтобы вокруг тебя ходить как делают наши они крутят тебя они не хотят ходить они просто крутят твой стул и соответственно большинство времени ты находишься за обзором зеркала ты не видишь что она там делает и в итоге потом она тебя поворачивает спустя пять минут как она там что-то пожужжала своей машинкой ты смотришь на этот она спрашивает нормально ты говоришь нет не нормально знаете ли давайте меньше она берет окей другую насадку также самое счищает ловкими движениями щетки чужие волосы с нее насаживает начинает опять тебя вертеть на большом адронном коллайдере и так процесс обычно повторяется 3-4 раза я постоянно говорю ненормально вот здесь еще вот здесь сюда в какой-то момент я просто уже устаю и говорю да знаете отлично нормально и все и еду домой это рядом с домом и я еду домой мою голову ну а потом когда ты моешь голову высушиваешь ее и начинаешь обнаруживать сюрпризы виде кучи антеннок который у тебя торчат ну ладно блин ну ладно антенки какие-то ну я не знаю как это объяснить но когда у тебя прямо на душами они висят и это вот ну и не это дичь и ты потом берешь свой триммер начинаешь вот это пытаться там что-то подровнять это ужасно и так три раза я задолбался я задолбался и как бы и стоит это 15 долларов 15 долларов я не знаю что с какой там курс 27 гривен за доллар и я не знаю в киеве я в последние разы стригся в каком-то среднестатистическом салоне где стрижка выходила от 150 до 200 гривен но как там это все происходило тебя тебя стригут вокруг тебя там что-то ходят не тебя крутят потом идут тебе моют голову потом высушивают смотрят где что осталось неровного какие антеночки там не антеночки вот начинают подстригать дальше дополнительно подбревать где-то где что-то пропущено и потом в принципе по желанию тебе второй раз моют голову если тебе надо дальше куда-то идти по делам то предлагает еще раз помыть голову если не хочешь если ты там домой ешь можешь уже голову дома сам но это стоит от 150 до 200 гривен а здесь же получается за эти деньги это то что ты можешь получить в киеве за 30 гривен я вот сейчас последний раз когда стригся я увидел что у них есть такие как это называлось шампун рум что ли типа комнатка где тебе могут помыть голову шампунькой но я не стал даже говорить я помой она последняя вот третий раз когда стригся она мне предложила типа вам помыть голову я сказал не спасибо типа я я типа сам я тут рядом живу я предполагаю что это потянуло бы еще дополнительные какие-то деньги дополнительные затраты помимо 15 долларов за саму стрижку вот короче все я уже наверное психанул я тут попросил или иду чтобы она посмотрела если там там есть какая-то группа в фейсбуке куда она там добавлялась чтобы она спросила если кто-то здесь из девочек которые может быть стригут на дому наших которые как-то у них руки правильно стоят они знают подход хотя бы к стрижке вот ну и вчера мне тоже посоветовали посетить какой-то там салон порекомендовали один он в пискетовой собственно недалеко от работы поэтому вот через недели три месяц когда отрастет я посещу но я зашел на их сайт посмотрел там мужская стрижка начинается от 30 долларов и знаете после тех трех раз которые я ходил я готов платить 30 долларов за нормальную стрижку и возможно даже 50 я уверен это не предел потому что мне сказали есть салоны где стрижка стоит 400 долларов там надо записываться заранее ты не можешь так просто так прийти плюс они не работают воскресенье у них сокращенный рабочий день там допустим до часу или до трех там в субботу в общем все сложно я не знаю что можно получить за кто там стрижется за 400 долг долларов джордж клуни может я не знаю вот такая вот фигня здесь со стрижками из парикмахерскими поэтому я не знаю это призыв к соотечественникам у которых есть скилл навыки в парикмахерском искусстве я думаю здесь можно нормально зарабатывать просто стричь людей на дому не получая никаких лицензий не платя никаких налогов ты просто по своим познакомым тут хватит тебе работы и клиентов чтоб стричь дома хочешь можешь получить лицензию и устроиться в какой-нибудь салон нормально они вот этот вот они вот это вот все вот ну собственно пойду я там белки вон бегают какие-то гуляю вообще окрестностями после обеда куда-то забрел в общем вот такие вот истории про парикмахерское ремесло штатах с такими вот ценами добрый день